Ежедневно журналисты ищут темы для своих материалов, снимают сюжеты и пишут статьи. Но есть один день в году, когда акулы-пираньи остаются за кадром, а выходят на первый план. И это бал прессы, где традиционно подводят итоги областного конкурса «Медиапрофи». На этот раз журналисты представили на конкурс 150 работ. Что многие традиционные СМИ, что называется, встали на путь мультимедиатизации, так называемой. То есть они в своей работе стали использовать больше мультимедийных инструментов. Кто-то из районных СМИ, районные газеты снимают видео, делают новости, делают специальные репортажи. Используют в газетах элементы дополненной реальности, перекидывая тем самым мостик в интернет, в свои аккаунты в соцсетях. И если дальше такими темпами пойдет, то мы, может быть, введем новую номинацию, лучший мультимедийный проект. К началу церемонии известны только тройки финалистов каждой номинации. Имя победителя – интрига, которую они раскрывают до последнего. Так, лучшая история муниципальной группы, победитель. Мария Смирнова, родное ТВ. Сюжет про пена. Также дипломом победителя, но уже в номинации «Лучшая телепрограмма года» была удостоена еще одна работа редакции РТВ «Иваново». В муниципальной группе победила Любовь Кияшко, родное ТВ «Иваново». Программа «Политех. Колыбель Ивановской науки». Фильм об Ивановском политехе «Один из пяти» был создан в рамках большого проекта «Век губернии. Век ивановской науки», который редакция РТВ «Иваново» презентовала в 2018 году. В этом году муниципальная группа неплохо была представлена, то есть она как-то подвигается вверх. Если говорить в целом, то работы телевизионные, на мой взгляд, были более профессиональные в целом, опять-таки были неплохие аналитические статьи из газет. Были интересные репортажи, удивила несколько работа южского телевидения, которая в нескольких номинациях была представлена. Победители награждали как в областной, так и в муниципальной группах. Жюри выбирала лучшие работы не только среди репортажей и историй, но и в одном из самых сложных жанров – аналитики. И все-таки аналитика – это мое. Мне нравится сопоставлять различные факты, анализировать какие-то ситуации. На самом деле на создание хорошего материала уходит достаточное количество времени. Во-первых, спор информации – это первый этап. Но самый главный этап – это, конечно, соединение воедино всех планетов. По традиции в этот вечер выбрали ветерана журналистики. Символично, что именно сегодня стало известно, что городские власти учредят премию имени Евгения Александровича Богородского, бывшего редактора газеты «Рабочий край». Любовь Почарникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.